Привет, мои любимые! Опять снимаю ночью, что поделать? Я надеюсь, что вы любите меня, как я и есть. И поэтому я хочу с вами сегодня поделиться моими любимчиками ноября. Что мне нравилось в ноябре? Ноябрь был очень классным для меня месяц. Вообще-то октябрь и ноябрь это самые лучшие для меня месяца в году, но еще и март, апрель, май, июнь тоже для меня очень классные месяца. Но в октябре я родилась, 12 октября. А 27 ноября родился мой жених Барель. И я свой день рождения очень люблю. Я знаю, что есть люди, которые не любят свой день рождения, и мне это очень жаль. Потому что вы родились в этот день, вы обязаны любить этот день, потому что это самый лучший день в вашей жизни, вы видели в этот день свет. И поэтому день рождения моего жениха тоже очень радостный для меня день, потому что если бы не этот день, то я бы не была самая счастливая женщина в этом мире. Всем привет! Я Чебурашка. Чебурашка играет очень большую роль в нашей жизни, потому что... Я уже вам говорила не раз, что и всегда в Инстаграме я это замечаю, что... отмечаю, что... У меня есть ностальгия. Я очень долгие года была очень далеко от России. И сердцем, и физически, конечно же. Но моё сердце было очень далеко от России. И только в последнее время я начала приближаться к ней, как сейчас. И я начала вспоминать детские вещи. И я всегда рассказываю Баррелю про моё детство и про мультики, которые... Про советские мультики, которые я смотрела даже не советские. Допустим, Карлос, который никто не знает в Израиле, но у меня есть подружка, она родом из Шведии. Шведия? Да. И Карлос, он тоже. Карлос. Почему я говорю Карлос? Я говорю Карлос, потому что... Я сказала Карлос. Я говорю Карлос, потому что я весь день смотрю один и тот же сериал. Отчаянные домохозяйки, я и Баррель смотрим каждый день хотя бы одну серию, если не две. Если кого-то убедит, то обязана смотреть вторую серию. Карлсон. Он из Шведии. И когда я сказала своей подружке, что мы смотрим Карлсона, ну, в Ютьюбе я ему показывала и говорила, и рассказывала, то она была в шоке, как я знаю Карлсона. В общем, это наш Чебрашко, он говорит очень много вещей. Карлос, который в магазине никто... Возьми меня с собой. Скажите, а если вы не узнаете, кто я такой, вы не станете со мной дружить? И, конечно же, как же Чебурашко без Гена? Мы не оставим Гену в обиде, и мы не оставим его одного. Молодой Кракутию хочет завести себе труси. Для рождения Барреля я взяла его в Хайфу. И там в Хайфу мы наткнулись случайно на... на отпись, там где было написано «Книжный русский магазин». Или «Русский книжный магазин». И я была в восторге, я сразу туда побежала и взяла с собой Барреля, конечно. Там было всё полно книжек настоящих, оригинальных, а не «Вторая рука». И там были русские игрушки, ёлочки, всё, что вы хотите, и даже хохлома. Мы купили дядю Баррелю хохлома, потому что он любит художество и всё такое. И я была в восторге от этого. Дальше. Вы знаете, что мы в феврале женимся, и мы ходим на много мероприятия, которые касаются свадьбы и всё такое. И на одном мероприятии мне подарили подарок. Такой мешочек с такой штучкой. Это коробочка. Тут написано «My Wedding Box». И это фирма «Митхатним». «Митхатним» — это такая фирма, я даже не знаю, если это фирма или... Есть журнал такой, есть сайт, который помогает. «Митхатним» на «Иврите» — это «Женимся». Или «Жениться». Неважно, потому что это так и так и так. Если вы женитесь, то вы можете этот журнал получить бесплатно. Он стоит 90 шекелей, это 900 рублей. Но вы можете его получить бесплатно. Я его получила бесплатно. И в этом журнале всё есть. Всякие дизайнеры. Свадебных платьев. Израильских, конечно. И вы можете смотреть, что вам нравится, а потом пойти и искать себе платья. Я не знаю, что я вам говорила, платья очень дорогие на свадьбу у нас в Израиле. Это в районе 12, 13, 14 и даже 15. Ну, и, конечно, можно и выше, но стандартное платье вы можете купить за 12 тысяч шекелей. Это 120 тысяч рублей, если не больше. И это большие деньги, но такая у нас индустрия в Израиле. Но платья шикарные просто. Это не каждый день. Вы женитесь один раз, и вы хотите быть самая красивая невеста в мире. Так что я думаю, что 13 тысяч шекелей это хорошее вложение в ваш вид. Вы хотите быть королевой, и если это стоит деньги, то что поделать. Это один раз в жизни, я так надеюсь. Для вас. Я знаю, что у меня это один раз в жизни будет. Вот такие шикарные платья у нас. Вот такие вот платья. Классические, романтические, можно сказать. Это мне очень нравится. Но я уже купила себе платье. Кстати, вы не покупаете, вы только берете на прокат. Да, эти деньги только за прокат. В этом месте я начала пользоваться такой вот пастой. Это Jason. И она натуральная. 100% натуральная. И тут нету ни соли, ну, ни гликола, ни глютена, ни СЛС. Ничего плохого тут нету, в общем. И тут есть морская соль. Это очень хорошо для ваших десен. И у нее очень хороший вкус. Не как у таких... Такой свежий, даже напоминает мне детство паста. Мне очень нравится. Очень важная штука для меня. Это вот этот стакан. Я его купила от Nespresso. Точнее, Борель купила мне. И Nespresso, если вы не знаете, это такая кофейная... Кофейный автомат. И... Он автомат? Атомат. Автомат. У нас есть он. Я его обожаю. Я, может быть, вам расскажу... Если вам интересно, я расскажу о нем в другом видео. Но он просто... Самая лучшая покупка, что я и Борель сделали, я думаю. За... Это время. Что мы вместе. И вот этот стаканчик, он обычный стаканчик, что он не разливается у вас в сумки. Он очень хороший, очень хорошее качество. У меня было 500 тысяч таких стаканов нехороших качеств, которые купила за 40 или 20 шекелей. Но... Это стоит 80 или 90 шекелей. Но это очень хорошее и качественное. Она никогда не будет разливаться у вас. Почему мне он вообще нужен был? Потому что... Я не навижу вставать утром рано. И я не из тех людей, что встанет так рано, чтобы искупаться, одеться, накраситься, покушать, выпить кофе. И потом только выйдет на работу или в школу, или в университет. Я не могу встать рано. Мне так трудно. Борель встает полчаса передо мной и делает мне сэндвичи в школу. А потом только будет меня, я одеваюсь и выпрыгиваю за 10 минут 15 максимум. И всегда я... Я была обязана моим кофе. И я приготовила это кофе. И потом мне сразу уже надо было выходить. Я не могла его взять, потому что я на велосипеде, а не на машине или автобусе. Я не могу пить кофе на велосипеде, так как оно будет разливаться. И я просто глотала так быстро. Это просто меня бесило, потому что я не могла нормально выпить моё кофе. И весь день у меня катился потом плохо. И вот теперь я приготовлю себе кофе прямо сюда и ложу его в мой рюкзак. Я не пью это по дороге. И отсюда до школы, до университета мне 25 минут езды на велосипеде. Автоматическим, конечно, не беспокойтесь. Ну, электрическим. И... Это 6 километров. И когда я прихожу в школу, оно ещё горячее у меня. Так что я обожаю эту штуку. Ещё из очень важных вещей для нашей зимы. Я обожаю зиму, я обожаю пить чай. Это успокаивает меня. И это просто комфортно так сидеть дома и пить. У меня есть полно чайков. Это израильские чайки. Коробочки не израильские, но... Это коробочки для чая. Мы любим вот такие вот. Очень вкусно пахнет. Просто обалдеть. Ещё у нас есть вот такое вот от Фушо. Такое вот красивое. Оно... Ежевика и макарон. Знаете, такая печенька французская. Вы знаете, мы купили это от Фушо. Я не знаю, почему я нюхаю. Вы так и так не можете передать этот. Я не могу вам передать этот запах. Но это что-то поразительное. Это просто самый лучший чай в мире. Он не сладкий и не горький. Он просто... Он обалденный, правда. Он просто обалденный. Это называется гурмантный чай. Фушо это такой гурмантный магазин в Франции, во Франции, в Париже. И там полно всего, шоколадок и всё такое. И всё гурмантное, и всё просто шикарное. И это мы купили. Это стоило дорого. Я вам честно скажу. Это стоило, если я не ошибаюсь, 20 евро. И мы просто разорились на это, потому что... Как бы разорились. Я не знаю, если можно сказать разорились. Но это... Я бы не покупала каждый день чай за 20 евро. Но мы просто были обязаны купить. Потому что это фушо. И мы не всегда ездим в Париж. Как бы первый раз в жизни мы были. И как бы можно позволить. Но я удивилась, что тут так много этого. И мне кажется, что это мне достаточно на целый год. Потому что мы пьём чай очень-очень много. И тут ещё полно. Ещё я купила вот такие вот чайки. Этот, если честно, ещё не пробовала. Пука это очень хорошая... Английская фирма чайков. Они делают органические и натуральные чайки. И вот этот вот детокс тут есть. Анисовые зёрнышки. Зёрнышки... Не знаю, как называется на русском. Ещё кардамон. Не знаю, что такое вообще. Ликориц. И зёрнышки кориандра. И зёрнышки селери. Это 95% органические. Да ещё это кошерно. От Робанов Манчестера. Вот это вот успокоительское такое. Успокоительный чай такой. И я была обязана, потому что я очень переживаю в последнее время. Не то, что переживаю. Мне не о чем переживать. Но просто у меня такое ощущение. И я вообще не знаю, с чем этот чай. Алей Тульсиерок. Не знаю, что это такое. Рама Коришна Ивана. Что-то такое. Не знаю, не имею понятия. Но я его сейчас пью. И он очень вкусный. Этот халатик... Я попросила... Я была обязана халатик, потому что мне холодно вставать утром рано. И я хотела просто, чтобы у меня был халатик такой одеть и пойти в ванну. И вот этот вот халатик тут вот такая... Дагдасит. Я не знаю, как на русском она говорится. Скажите мне, пожалуйста, как её говорят на русском. Наверите, это Дагдасит. И она такая миленькая. И этот весь халатик такой милый, уютный и тёплый. И он очень хорошо выглядит на мне. Малюсенький такой. И он очень удобный. Давайте уже заканчивать, а то этот цвет меня уже бесит. В следующий раз я буду снимать вам на улице. Потому что мне надоело снимать в темноте. И я хочу вам рассказать о книге от Гавриэль Гарсия Маркес. Я искала, как говорят это на русском, это имя книги. Это книга рассказов. И на ивритет отзывается 12 бродящих историй. Я не знаю, если так это и на русском. Я вам очень советую эту книгу. Если вы израильтяне и вы хотите купить эту книгу, вы не найдёте её ни в Стимацке, ни в Цометс Вагим. Потому что это издательство уже не продаёт. Может быть, я ошибаюсь. Но я купила эту книгу от Второй руки в магазинах. Есть очень классные книжки Второй руки в Тер-Авиве. Вообще, я обожаю Гавриэль Гарсия Маркес, потому что он гений. Он гений. Он пишет, как бы, как я вам это объяснила на русском, он делает повседневное, он превращает что-то необычное, а что-то необычное он превращает в что-то повседневное. Я надеюсь, что на русском это перевелось, потому что я искала, как это называется на русском, и я не нашла. Так что, надеюсь, для вас. А, да, я забыла вам сказать, в этом месте я ещё ходила 23 ноября, я ходила в Эрцелию на балет. Русский балет. Лебединое озеро. И я была в восторге. Я очень-очень-очень полюбила это. И вот и всё. Пока! Пока! Ты настоящий друг. Я тебя люблю!